вечер добрый вечер добрый здравствуйте рада видеть тех кто присоединяется к нашей беседе сегодня я слышала от нескольких людей в америке что же будет нет и не было никогда такого хорошего президента как трамп а вдруг его не выберут что будет give out полный конец света как же можно без такого хорошего президента что же будет с нашим миром я предлагаю подойти ко всей ситуации с нашей еврейской точки зрения и хочу начать добрый вечер тем кто пришел присоединился я хочу начать нашу беседу неким рассказом про одного бедного еврея у которого профессии никакой не было и жилья никакого не было и жил он в одном таком небольшом городке еврейском где все евреи вместе собрались и подумали как же помочь этому бедняку всем известно что очень просто помогать деньгами но это не всегда правильно и невозможно помогать человеку деньгами на протяжении долгого времени поэтому нужно было найти какой-то выход из ситуации вот как помочь этому одинокому человеку и и самые богатые люди собрались и придумали что нужно создать ему новую должность этот город был окружен такой стеной как крепостной стеной а крепостные стены знаете они всегда были очень широкие я была в разных замках когда путешествовал там была в германии и так далее я действительно поднималась на крепостную стену и это некое такое большое широкое пространство так вот они решили построить ему на такой стене небольшую комнатку и дать ему особое поручение поручение все время обходить эту стену по кругу с подзорной трубой и высматривать не идет ли машиах и как только он его увидит сразу сообщить об этом ударом гонга чтобы сразу весь город знал что вот он идет машиах и вот как-то ехал по своим делам один талмитхахам ехал он между проезжал мимо этого городка и вот он видит крепостная стена и ходит по ней такой еврей писатый ходят с подзорной трубой и все что-то высматривает удивился этот талмитхахам остановился и спрашивает его а что же ты тут делаешь о говорит и здесь работаю я высматриваю приход машиаха вау сказал талмитхахам и сколько ты получаешь за эту работу ну получаю я немного ответил бедняк ну вот что хорошо работа это постоянная до постоянно ему постоянно давно очень долго очень давно мы с вами ждем маши их а ждем ждем а он почему-то не приходит странная вещь или мы не купили себе нужную подзорную трубу и не рассмотрели его когда же он придет когда придет машиах и ответ на этот вопрос примерно такой кто знает не говорит а кто говорит он не знает аромбам насколько вы знаете назвал веру в приход маши их а двенадцатом из тринадцати основных принципов веры я верю полной верой в приход маши их а и даже если он имеет лет я каждый день буду ждать его прихода многие из вас знают песни на иврите они мамин кстати когда солдаты религиозные солдаты должны принимать присягу вот в религиозных частях принято не принимать присягу опять именно эти слова они мамин боему нашлима да то есть вот такая вещь в некоторых местах в туре в нескольких местах в туре упоминается такое понятие ахрид аймим конец дней описание этих дней у иши и у пророка пророка и шая звучит примерно так и волк будет жить с агнецем и леопард будет лежать с козленком и не будут делать зла и не будут грубить на всей моей святой горе ибо полна будет земля знаниями бога как полно море вода водами водами и это написано у ишая он уже очень хочется чтобы это время настало чтобы сердце наше не болело за то что будет с нами завтра с нашими детьми каждый день и я не говорю про трампа да конечно там в америке они видят это проблемой но у нас каждый день то оттуда то отсюда приходят какие-то сложности до сложности в жизни и все не так как бы нам хотелось правильно возникает вопрос почему мы не видим машиха ведь время существования в существование этого мира уже практически подходит концу потому что мы знаем что мир он на шесть тысяч лет а мы сейчас пять тысяч восемьсот восемьдесят первого кого же высматривал этот бедняк кого он дом хотел увидеть кого он мог увидеть так чтобы сразу понять что вот это идет наш маших смотря со стены на кого-то как вы поймете что это маших он рассматривал машиха на осле что такое осел да в наш мир самолетов шикарных машин ну кто может поверить что такая важная личность как машиах да будет куда-то передвигаться на осле а не на каком-то шикарном лимузине и вот что еще интересно первый раз в описании в туре мы видим как кто-то едет на осле этот кто-то кто едет на осле это авраам авину на это очень важно понять мы сегодня будем говорить много об осле и люди которые не совсем в теме и может быть нелегко понять о чем в реале идет речь да и так когда у нас в таре есть каждая буква важна есть важность каждый каждый вес есть у каждой буквы да вдруг там говорится достаточно подробно об осле на говорится что в нашей недельной главе что авраам авину взял осла положил на него там какие-то вещи взял своего сына и отправился с ним на гору да кто из вас кстати помнят еще в туре были случаи где упоминается осел или ослица медраж говорит что этот осел про которого мы читаем в недельной главе это очень непростой осел это тот самый осел на котором приедет машиах вау сколько лет вы скажете прошло да но говорится в мидраше что со дня творения мира не было такого чтобы хоть какой-либо чтобы один человек до авраама вину ездил на осле авраама вину был первым также говорится о маши рабейну что он взял свою жену и детей и посадил на осла так так же медраж говорит о том что этот самый осел был создан в сумерках шестого дня осел который создали в самом начале мира вообще ничего не понятно ничего не понятно осел который создан на шестой день создания мира на этом осле едет авраам после этого говорится что на этим ослом пользуется маши рабейну странность какая-то а потом говорится что именно на этом же осле приедет еще и машиах как же от авраама этот осел попал попал к машин то тут есть целое прямо вот родословное как и кому этот самый осел передавался в туре прямо написано представляете то есть насколько важно мы знаем последовательность того там кто от кого родился кто пришел а тут разговор об осле что он от авраама перешел к ицхаку потом он перешел к якова от него он пришел к льви потом он пришел к а то от а потом рама он уже попал к маша эти об осле вот так вот много написано вот что еще сказано в последний день своей жизни последний день жизни муж его вот видели сидящим на этом осле и потом он пропал осел пропал вместе с Мушеробейном. Мы не знаем с вами, где похоронен, где могилы Мушеробейна. И также вместе с ним пропал осел. Написано, что он ждет своего времени, чтобы появиться для святого Машиаха. Так как мы с вами ищем красную корову для храма, нам надо понять, что наш Машиах нуждается в этом самом чудодейственном осле. Трудно себе представить, что это за осел, осел, которому уже 5881 год, раз говорится, что он был создан в сумерках шестого дня. Интересно, что рассказывают о царе Персии. Как-то в разговоре с пророком Шмуэлем он удивленно спросил, «Но разве это уважительно, чтобы ваш Машиах пришел на осле? Давайте я подарю вам самого лучшего скакуна, и это будет пристойно для Машиаха». На что ему ответил царь Шмуэль, «Такого осла больше нет и не будет. Его шкура переливалась ста тысячью цветами». Есть такое выражение в иврите «Акшанке хамор» – «упертый, как осел». Мне кажется, и по-русски тоже так же говорится. Или говорят «тупой, как осел». Осел всегда идет за человеком. Или за кого-нибудь, поставь его, не знаю, за хвостом верблюда, лошади. Он пойдет за ним, он всегда идет за кем-то. Считается, что у него нет собственного мнения. Он всегда выполняет поручения и желания кого-то другого. Маораль говорит, что это хомер, который не получил цура, что это вещество, которое на самом деле не получило какой-то своей правильной формы. То есть мы можем из осла делать практически то, что мы хотим. Оно считается, осел считается, это существо осел считается, одним из самых нижних созданий в беемот, в животных. Странно, да? Такая важность этого осла, что перечисляется от кого, кому его передали, и как он придет и так далее, вроде бы совсем никак не сочетается. И мы сейчас с вами постараемся понять, что это и зачем. Надо понять, что Всевышний построил этот мир не просто так. Для чего же нужен этот мир, да? И в рассказе о построении этого мира нам четко показывается, каким будет весь наш этот мир. Любая вещь, которая в принципе находится в этом мире, она была создана для чего-то и почему. И часто одно последовательно выходило из другого. Все создавалось по надобности и по потребности. Я вижу, людям немножко это трудно слышать. Тем не менее, чтобы понять, что и для чего, мы как евреи идем таким вот последовательным путем. При сотворении мира сказано, в начале сотворения Бога Всевышнего неба и земли, земля была смятение и пустынность, и тьма над пучиной, и дуновение Божие витает над водами. И именно то самое дуновение, про которое говорится в Туре, является душой Машиха. И это та самая душа, которая проявится в то самое время, которая придет с Божьей помощью в самое-самое ближайшее время, в человеческом теле. Наш мир, он материальный. И поэтому сейчас мы видим тут все материальные проявления того, что было задумано Всевышним. То есть все наши поступки материальные. Когда же придет Машиах, то плохому началу наше естество не будет давать место. И тут надо понять, очень интересно, как объясняется слово Тева. Тева – это природа. Всевышний Тева утопил свои силы, спрятал так, чтобы мы его не видели нашим глазом, не видели проявления его силы в этом мире, и поэтому мы его называем Тева – природа. Нам кажется, что все происходит само собой. Но в природе же скрыты силы Всевышнего. Как-то один помещик спросил еврея. Вот вы все время говорите, Машиах придет, и мы соберемся в земле Израиля. А я вот такой помещик возьму и не поверю, что он пришел, и не отпущу тебя, моего еврея, никуда не отпущу тебя уехать в землю Израиля. Ну, если ты не поверишь в то, что он Машиах сказал ему евреи, то и я не поверю. Ведь в том-то и сила Машиаха, что его признают все народы, весь мир. Сказано, что Машиах был создан еще до того, как Всевышний создавал мир. Создав Машиаха, Всевышний начал создавать этот мир специально для него. А поскольку наш мир материален, то и был создан специальный материальный осел, чтобы внести духовное на своей материальной спине. То есть Машиах – это, сейчас давайте повторим, да, Машиах – это дух некий, облаченный в тело, а осел – это то, что его приводит вот в эту самую материальность. Для того, чтобы нам показать, что духовное оно руководит материальным, а не обратно. То есть если конь может позволить себе иметь свое мнение и нести всадника, сбросить всадника, куда захочет, то с ослом – совершенно другая ситуация. Как я вам сказала, что, допустим, вот Авраам, он не сидел на осле, и это упоминается, да, он был не на таком высоком уровне, да, он положил только какие-то вещи на этого осла. Моше посадил на осла уже жену и детей, это более высокий уровень. Моше уже сам приедет на нем. Он будет тем, кто полностью овладеет своей материальной душой, да. И мало того, он заставит эту материальность с любовью служить духовности. Ну, так что же там с ослом, да? Где же он, где этот самый осел? Есть такие мудрецы, которые говорят, что осел – это некое такое литерическое обозначение наших действий и поступков в этом мире. И Маших будет тот, кто полностью смог подчинить себе своего хамора, свою материальность, да, зависимость от вещей. Рассказывают, что как-то в Севинцевинте пришел молодой парень и стал всем рассказывать о том, что он Машиах. Может быть, вы тоже встречали таких людей, которые решили про себя, что они, ну, если не Цезарь, если не Иван Грозный, то Машиах, да? И вот пришла его очередь, эти Крэби, на их идут, все там сбоку подсмеиваются, он пойдет Рэби рассказывать о том, что он Машиах, да? А он им говорит, вы еще посмотрите, что Рэби мне ответит, вы еще узнаете и поймете, что я Адам Машиах. И вот он, находясь у Рэби, рассказывает, что он Машиах, и был ему дам знак и от того, и от сего, и так далее. И Рэби его спрашивает, ну, если ты Машиах, скажи мне, пожалуйста, от Филин ты одеваешь? Нет, говорит молодой человек. Как же ты разговариваешь с Всевышним, спрашивает его Рэби. О, с этого момента я буду накладывать Филин, принимает на себя этот молодой человек. «А еду ты ешь кошерную?» спрашивает его опять Рэби. «Ведь твое тело должно быть в чистоте, в ритуальной чистоте, чтобы оно не было зависимо от материальных благ». «О, и это я принимаю на себя», сказал молодой человек. «А шаббат ты соблюдаешь?» опять спрашивает Рэби. «И шаббат я буду соблюдать», говорит молодой человек. И тогда Рэби ему отвечает, «В тебе, как и в каждом из нас, есть искра Машииха». В тот момент, когда ты станешь хозяином своей скотины, хозяином своего осла, эта искра разгорится, и ты сможешь стать Машиихом самому себе, а потом и тем, кто рядом с тобой, твоим близким, ну и так далее, так сказать, каждый вот так вот по кругу. Поэтому и говорится, что шкура осла переливалась на тысячу цветов, в нем вплетены дела и поступки каждого смогшего подняться от своей материальности еврея. в нашей недельной главе рассказывается, что Всевышний посылает ангелов тем, чтобы разрушить дом. А перед этим они должны спасти племянника Авраама Лота, его семью. И вот, выводя их из этого, грубо говоря, очага поражения, ангел велит Лоту его жене убегать, не оборачиваясь и не останавливаясь на месте. Что происходит? Жена Лота обернулась и за это была превращена в соляной столб. За что конкретно она наказана? В то вообще хлебосольство и гостеприимство – это очень хороший и важный обычай, который, как мы знаем, идет от Авраама Винум. Но жена Лота ненавидела этот обычай, как и все те, кто жил в доме. И когда Лот просит ее принести немножко соли для трабезы путников, на самом деле для ангелов, она сердито отвечает, что ты тут заводишь в свои порядки и идет по соседям, громко прося соли, чтобы все узнали и поняли, что в их доме гости. Она специально хотела навлечь беду на этих гостей. И поскольку грех ее заключался именно в неприветливом отношении, то и в том, что она и жалела соли, то она была наказана именно превращением в соляной столб. Она не видела нужды других людей. А когда люди гибли, она наоборот хотела это видеть, хотела на это смотреть. И именно поэтому она была наказана. Очень интересно, что сказано в Тейлим-Псалмах. «Нашел я раба моего Давида, и где я нашел его? В доме». Вау! Как вы только что сказали, дом разрушен. Жена Лота превратилась в соляной столб. Как можно найти? Кто у нас остался? Мы с вами знаем. Остался Лот и две его дочери. Жена же Лота, полагая, что она, имея некий такой пророческое зрение, она полагала, что она причастна к этому процессу, к тому, что будет в Мошеях. Кто же родит избавителя, если не она? Поэтому она не побоялась ослушаться и оглянуться назад. Она не допускала возможностей, что ее накажут и лишат жизни. Кто же тогда выносит в Мошеяха, если не она? И именно эта мысль определяла ее поведение, заставляя чувствовать превосходство и безнаказанность. Страшная вещь, когда человек считает, что ему все положено. А вот Лот, убегая из дома, тоже немного помедлил. Почему? Потому что он тоже видел цепочку, он видел вот это потомство, которое должно от него произойти вплоть до праведного Мошеяха. И есть некая разница между видением настоящего пророка, которому не грозит пострадать, от того, что он эгоистически воспринимает свое видение, и обычным человеком. Вот эта злая содомская соль, есть у нее особое такое, как бы... Это соль и добра, и это соль зла. Это соль, которую приносят на жертвенники в храм. Это одна соль. И другая, та же самая соль, это горькая соль, злая содомская соль, злость, злость и... О, трансформация, зла в добро, превращение... Пожалуй, у нас потерялся интернет. Нет? Превращение горечи в сладость и тьмы в свет. О, тьма в свет. Нет у нас света. Потерялась, так что не знаю, слышите ли вы меня или нет. Программа нашего ближайшего будущего в том, что мы будем превращать тьму в свет. Хорошего вам дня. Вот он, свет. Не знаю, услышали ли вы про него. Всевышний сам превращает. Мы строимся тут, и у нас поэтому есть постоянные проблемы со светом. У каждого, вы говорили тут про материальность, дай Бог, чтобы материальность у нас не стояла на первом месте, а наоборот, только давала возможность развиваться духовному. Так что наш Машия в каждом из нас и для всего народа в том, что мы с вами пытаемся нашу духовность поднять над материальностью. Хорошего вам вечера! Хорошего вам вечера! Продолжение следует...